Вами после матча «Россия-Дания» по горячим следам будем обсуждать эту игру. Павел Васенков, Сергей Гимаев, Виталий Славин, Максим Лебедев. И я из Пекина, а ребята остальные из России. И сразу же перекину мостик к вам. Что вы думаете об этой игре? Давайте выскажемся по порядку. Начнем с Сергея Гимаева. Здравствуйте. Что по игре? Порадовал результат, то, что мы выиграли вторую игру подряд. Порадовал то, как мы сыграли в обороне. Сыграли на ноль. Порадовала дисциплина, что мы заработали всего одно удаление. И нам его не реализовали. Это, наверное, все, что я мог сказать хорошего. Из плохого, понятное дело, у нас просто катастрофа в созидании. Катастрофа при игре в нападении. Ужасное большинство. Пять попыток мы большинства создали по большому счету один момент, когда ткачок бросал. Потом, что еще я могу сказать? Что для зрелищности не было никакой. Но вот может порадовать только результат. И не знаю, с такой игрой, как мы будем дальше, когда пойдут уже соперники другого уровня. Будет интересно посмотреть, например, завтра игру с чехами нашу. Макс, давай ты, я потом. Ну, я так думаю, что сейчас просто должно умываться слезами умиления Петр Ильич Воробьев и Леонид Федорович Конорейкин. Это их игра. А я, у меня было, особенно после первого периода, тяжелейшее состояние дежавю. Я вспомнил начало 2000-х, вспомнил летнюю подготовку Спартака в Атутинках, как мы пришли к Конорейкину со списка, мы спросили, Леонид Федорович, а кто вас будет забивать? И он нам тогда прочитал часовую лекцию о том, что мы тупые бараны, ничего не разбираемся в колбасных обрелах, в современном хоккее, что забивать сейчас не надо, а главное не пропускать. Я вот помню потом начало этого сезона с Конорейкиным, 0-1, 1-2, 1-3, 1-1. Ну, пока его не сняли, так все играли. И вот я сейчас к этому вернулся, и я понимаю, что все цивилизованное хоккейное человечество сходит с ума, глядя на эту сборную, не понимая, как два таких выдающихся форварда, как Жамнов и Федоров, могли сделать такое. Ну, что я могу сказать? Остальное все как у Сергея. Результатом доволен. Игрой держусь за голову. А я скажу так. Вот ты там Петра Воробьева привел, к примеру, а я приду к примеру Майка Бепкака и Ивана Глинкова. Вот они сейчас, я думаю, будут очень довольны. И Вячеслава Фетисова туда же добавлю. Если кто забыл, как мы Чехов обыграли. Вернули им 0-1 из Нагана, вернули им 1-0 в Солд-Эй-Сити. Я считаю, что все идет нормально. Вот чего критиковать, если команда побеждает? Канадцы как выиграли в Сочи? Вы помните, как они шли? 2-1 в финале с Латвией. 1-0 с Америкой. И 3-0 со Швецией. И все тоже плевались. Зато золото у канадцев. Так и сейчас надо идти от результата. Здесь вот другое дело, согласен. В чем проблема? Проблема в том, что мы большинство не реализуем. У нас было 5 попыток. Хотя бы одно реализовали, мы бы уже этот матч закончили где-нибудь там в первом или втором. Ну, или в начале третьего периода. Забей большинство. Большинства нет. Вот чем главная проблема. Но зато у нас есть нормальная оборона вратарь. Да, вот мы согласен с соперник. Вроде бы не асти. Но извините. Вот мы это под старой памяти к Дане относимся. Так, а кто у нас выкинул Швецию-то из пловов на чемпионате мира? Датчане выкинули. Чехи тоже думали, так на легкого прокатиться пропустили. По-моему, там в первом периоде, да? К концу первого периода 2-0. У них было 40 минут. И ничего не смогли сделать. Одну шайбу наковыряли и все. Мы что, вот этого хотели? Чтобы мы полезли вперед там? Давай, закидаем их. Мы это уже проходили. Куда с более звездных составом в Питере? Не надо никуда. Вот им надо строить вот так вот. Тем более у нас не было давно игровой практики. Вот только сейчас ее начинаем набирать. Поэтому, мне кажется, и большинства-то нет. Потому что надо почувствовать связь. Надо что-то наиграть. Шайбу почувствовать. Вот это наш главный резерв. А так пока все идет нормально. И согласен, матч с чехами многое покажет. А сегодня мы правильно, мы из этого вратаря, там, 20-летнего, сделали третяка. И я согласен с Зашавновым, что игроки не выполнили задание. В каком плане? Правильно говорил Федоров. Не нужно креатива. Потому что, если ты не умеешь креативить, не надо это делать. Ты не Кучеров, ты не Малкин, ты не Панарьев, чтобы выдать там тонкий пас. Ты бросай, делай трафик, лезь на пятак и забивай, как сделал Корноухов. Вот образцовый год. А я согласен с Завном, сегодня никто на пятак не лезет, трафика не было. Все броски были открыты. Вот и сделали из этого вратаря, третяка. И сейчас другая тонкость. Вроде получил травму Каюмов. Сейчас, если Плотников вернется, вот как раз мы его большинство поставим туда столбить. Вот как раз он это умеет хорошо делать. И может, тогда мы что-то забьем с большинства. Вот такое мое мнение. Я свое мнение добавлю. Добавлю свое мнение. Во-первых, Виталий абсолютно пробил мою мысль о том, что это похоже на Канаду в Сочи. Прям я даже хотел это вкрутить в отчет, но пока постеснялся сравнить. Там все-таки были игроки НХЛ. Но на том турнире Канада пропустила всего лишь 7 голов на протяжении всего турнира. 7 шайб за весь турнир. Кто там в воротах Кэрри Прайс, по-моему, играл, да? Не самый вратарь такой. Ну, хотя, конечно, он сейчас вытащил в финал Монреаль. Самый высокоплачиваемый вратарь. Да, да. Когда команда перед ним играет хорошо, он становится самым надежным. Когда команда разваливается, он тоже не самый надежный вратарь лиги. Но вот именно система игры была такой, что Прайс был королем. И очень похоже на то, как идет сейчас с Федотом. Чуть-чуть, чтобы не сглазить. Федот просто красавчик. Дебют на Олимпиаде. Первые два матча. Два сухаря. И в микс-зоне останавливается. Очень вежливо, интересно рассказывать. Европейский менталитет. Прям я от него в восторге. Но вратаря Сергея Гимаев не даст соврать. Нельзя хвалить по ходу турнира. Потому что очень легко можно сглазить. Поэтому комплиментам Федотова пока постерегусь. Он будет играть три матча за четыре дня? Завтра, я думаю, дадут ему отдохнуть. Завтра, наверное, поставят кого-то еще. Потому что мы наверняка занимаем первое место в группе. Ну, надо еще посмотреть. Может быть, будет овертайм у матча Чехии-Швейцарии. Я мысль свою завершу. Знаете, вот у нас в последние годы была идеология красной машины. Мы хотели показать советский искренний хоккей. Это было с Лорионом, когда он с молодежкой работал. То есть мы хотели научить играть красиво. Советский хоккей. Сейчас-то абсолютно антисоветский хоккей мы видим. И знаете, какой это хоккей? Это хоккей лучших времен Игоря Никитина в ЦСКА. Помните, когда там Сорокин играл, они выиграли кубы Гагарина. Они выиграли 1-0, 2-0. Вот они вот так шли. Они, по-моему, за весь сезон пропустили меньше 100 шайб. Это была уникальная история. За весь полный регулярный чемпионат. И с учетом плей-офф. Они очень мало пропускали. Сорокин имел 94% отраженных бросков. И вот 1-0, 2-0. Это была цисковская игра. Я вижу сейчас просто руку ЦСКА, руку Игоря Спантовича. Плюс мысль то, что играют они на НХЛ-ской коробке маленькой, где нужно действительно биться, бороться. И лучшие игроки под такой стиль, под такой формат, под такой ситуации. Это Плотников, Чибисов, силовички, которые умеют забивать голы, идти на пятак. И вот Корнаухов, который буром туда залез. Бросок, добивание и гол. Виталий Славян, что ты хочешь сказать? Да, я хотел добавить туда перечню тренеров, которые Олимпиаду выиграли. Я добавил туда бы еще Джона Купера, который взял два последних кубка Стэнли. Вы же помните, как они проиграли этим Колумбом или Коламбусом? Помните? 0-4. Потому что прошли регулярку там на одном дыхании, рекорд повторили в Детройте. Потом думали, мы вот так вот на простачках всех раскатаем плов. И получили. А на следующий сезон, помните, как они с Колумбом уже бились? Пять овертаймов. Никто не лез вперед. Там, наверное, тоже все болельщики балдели. Ой, что там Кучеров играет? Что там поинт? Почему не показывается яркий атакующий хоккей? А вот кубка и хоккей именно такое есть. Потому что маленькие коробки, на них очень сложно скреативить. Скреативить можешь в большинстве, когда у тебя есть лишний игрок. Или 3 на 3. А на 3 на 3 плов нет. Вот они поэтому и выиграли Кубок Стэнли. И вспомните, кто забивал решающие голы. Вот именно вот эти мастера. Пойнт и Кучеров. Вот приходило их время. У нас сейчас таких мастеров нет. Вот нам остается, как Корнаухов, вот такие с мясом забивать. Ну а что делать? Естественно, большинство. Позволь добавить к этой мысли. Андрей Василевский, который выиграл врата и тампы, который выиграл консмайль трофе как самый ценный игрок в плей-офф, уникален тем, что 5 серий подряд, с учетом финала перед этим, который был с Далласом, он делает сухарь в решающем матче. То есть он 2-0 в шестой матч с Далласом решающий. У них была седьмая игра с Айлендерс, которая была просто серия... Две команды, которые были похожи, играли от обороны Айлендерс в этой стиле, а тампы сама решила в плей-офф играть от обороны. Выиграли 1-0. 1-0 выиграли. И напомните, с кем у них был финал последний? С Монреалом. А, там... С Монреалом. По-моему, там был... Монреалом валился, но в пятом матче был тоже сухарь у Василевского. И это тренд современный. Слушайте, ну реально, я даже дал заголовок, его не поставили на матч, его изменили, но мой был заголовок от такого хоккея «Хочется вешаться». Но вешаться мне хотелось вот именно после первого периода, когда было 6-3 по броскам, было мало бросков. Но потом был очень прагматичный хоккей, и интересный штрих капитан Датчан сказал, что вратарь сыграл феноменально, и он сказал, что сначала это Кошечкин ворот. Ну, я и говорил об этом. Давайте я тоже чуть-чуть добавлю по поводу хвалить вратаря. Поэтому я и хвалю всю, в общем, нашу оборону. Так и есть. Заслуга Федотова, непонятно, что он в порядке, но если бы так не играли мы в обороне, там Федотов бы нам не помог. И даже сегодня взять игру, как и в той игре, мы нам пустые ворота не забил, Херцог попал в штангу. И сегодня, опять же, у этого Йенсена тоже был момент, он с неудобной, когда бросал, уже пустые ворота были, он просто сошла, шайбу забей, и уже непонятно, как бы сложилась игра. Что касается хоккея Никитина, ну, так сказать, скажем, сами же убрали Никитина под предлогом, что он не креативный хоккей показывает, не атакующий хоккей. То есть тут тоже какая-то такая ситуация двоякая получается. Теперь Федор говорит, не надо креатива. Да, то есть, ну, да, причина была как раз именно недостаток креатива, недостаток атакующего хоккея. А в плане, что мы играем сейчас так по своим возможностям, и я считаю, что, ну, окей, я согласен, если мы все игры выиграем 1-0 и ставим письмами чемпионами, то пусть будет так. Но я добавлю, Сергей, я добавлю, что креатив, он, ну, уже, знаешь, когда, в регулярном чемпионате, вот так, когда там всякие, там, может, тебе бафал попасть, всякая ерунда, вот там забивай, креатив, делай, что хочешь. А кубковый матч, вот, я говорю, Детройт показал, когда они после рекорда вылетели, когда русская пятерка была, и вот показал Тампа, что плейф это совершенно другой. И я забыл еще пример привести, вообще самый убойный. Это Братислава полуфинал, когда у нас была суперкоманда, Dream Team, Василевский ворот, которого Паша хвалит, и правильно хвалит. И мы проиграли 0-1 этим каким-то ноунеймом финским. Вот это современный хоккей. Куда катится земля? У меня к вам вопрос, у меня к вам, кстати, вопрос есть. Да-да, и последнее, и последнее, последнее, Паша, и последнее, вот, сейчас добавить, чтобы закрыть эту тему. Помните, что Лео Воробьев говорил, после того, как мы проиграли, проиграли финнам тогда. Он говорит, мы никогда не будем играть в финский хоккей, а потом добавил. А главная проблема, что они не лезли на пятак, не забивали, не добивали. А я ему там говорю, а чего же тренер, чего их не заставляли делать? Вот сейчас Жанов то же самое говорит. Ну, сейчас хорошо, что это начало турнира, что-то игроки должны понять это, что надо лезть туда, буром, буром, перей туда забивать, как угодно. Вот такой мой вывод. У меня к вам вопрос, каждому из вас по очереди выскажетесь. Мы видели, как великолепно и роскошно сыграла сборная Финляндии со словаками. 6-2 просто их разорвала. И это те финны, которых мы выкормили, выпистывали в КХЛ. Все эти Алтанины, лидеры Витязи, все эти Маннинины, лидеры Салавата, и огромную зарплату они получают, и первое звено, и куча игрового времени. И они просто короли, мы делаем из них королей в нашем хоккее. И они сейчас действительно короли как сборная. То есть лучшие КХЛ с Кихин собраны вместе. У меня вопрос к каждому из вас. Смоделируйте. Вы видели два матча сборной России, вы видели Финляндию со словаками. Представьте матч, плей-офф, ну финал Олимпиады, Россия-Финляндия. Как бы он сложился с учетом того, что вы видели? Мы не станем большими финнами, чем сами финны. То же самое, как завтра, мы не станем большими чехами, как чехи. Это не дашка и кей. И кей. Можем ли мы таким макаром обыграть финна? Нет. Сергей, скажи, пожалуйста. Можем, почему нет. Перетерпеть можем, потому что мы... В принципе, будет такая же игра, как была на кубке Первого канала с финнами. Мы друг другу не давали ничего сделать, но вот там на один момент финны больше реализовали. И я думаю, что то же самое может быть и на этих Олимпийских игр. Тем более, как мы сейчас играем в Бароне, вот как раз одна шайба может решить исход матча. Почему нет? Просто финны сейчас более гибкие, получается. Они могут в разных хоккей играть, как в оборонительных, так и в более атакующих хоккей играть, в более креативных. Поэтому у них больше возможностей, скажем так. Но если мы будем играть с финнами, я думаю, как раз будет такой оборонительного плана закрытый хоккей. И кто меньше допустит ошибок. Да, я согласен, что сейчас такой современный хоккей, что финны там ни в чем не уступают. Наоборот, я даже сказал, что они нас превосходят. У них же есть сыгранная тройка, вот эта уфимская, я правильно понимаю? Уфимская тройка. Ну вот, у них уже звено есть наигранное. А мы пока только связи еще ищем. Первое. Второе, у них же тренер намного опытнее. Тренер два чемпионата мира выиграл, извините, и на Ли-5, по-моему, участвовал. Ялана, я имею в виду. А наши тренеры пока они еще не сталкивались. Смотрите, мы пока еще ни разу по ходу матча в счете не уступали. Как игроки себя поведут, пока никто не знает. Насчет проиграть. Да. Да, они будут скидывать со счетов канадцев тоже. Да, канадцы. Играем, когда пропустим первый раз. Я понял. Смотрите. Да в том-то и дело. Макс, в чем проблема? Если они пропустят, сейчас они хоть придерживаются какой-то стиля игры, какой-то линии. А как бы, когда они не пропустили, чтобы не бросили бы всех спасать Россию, как у нас было на чемпионате мира 2000 года. Вот в чем дело. Еще один вопрос есть к вам. Да. Еще один вопрос. Тоже выскажусь по очереди. У нас есть понятно, что 121 игрок КХЛ участвует в этой Олимпиаде. Мы взяли лучшие силы из КХЛ, других у нас нет. 10 лучших бомбардиров КХЛ. Взяли на Олимпиаду только троих. Шипачев, Галиев и Гусев. Причем Шипачев и Галиев они вместе изначально не играют. Их не ставят вместе. Кого не взяли? Кузьменко не взяли, Жофярова не взяли, Бурдасова не взяли, Голдобина не взяли, Терпишного нет, Рашевского нет, Кохлачева нет. Объясните, почему их нет? Какая концепция сборной? Почему не берут самых результативных игроков? Почему? По очереди. Сергей? Потому что два самых гениальных форварда прошлых лет изначально собирали команду, которая будет не выигрывать Олимпиаду, а вымучивать ее. Видимо, не видя других решений. Мое такое мнение. Я по-другому думаю. Все-таки, что Жамнов, что Федор, что Кудашов, это такие двухсторонние игроки, которые, во-первых, центральные все, как здорово играли в Созидане, так и здорово играли в обороне. Не просто так, мы видим, сколько у нас центральных нападающих в команде, у нас даже центральные скраи играют, еще в запасе, еще сидит Анисимов и Кадейкин, опять же, центральные нападающие в этом плане. Все-таки выбор был на игроков более системных, на игроков более двухстороннего плана, которые могут сыграть строго в обороне, что мы сейчас и видим на этих олимпийских играх. Мы две игры сыграли на ноли, в обороне играли строго. В ущерб где-то креативу, но, опять же, все заточено под результат. И наш турецкий штаб видит именно так, что мы можем достичь результата, потому что всех кого-то перечислил, все эти игроки могут ошибиться. То есть такие, они могут создать момент ничего, но и также могут создать момент у наших ворот из ничего. То есть здесь балл выбор больше на стабильность. Вот мой взгляд. Да, я согласен с тобой, Сергей. Они игроков подбирали под свою концепцию, в которых они больше ценят надежность, чем все остальное. Но вот потом, мне кажется, эти игроки-то легкие все. Тертышный, легкий, кто там, Рашевский, Голдобин, Жоферов, они же легкие все. А вот здесь мы же как бы пришли к общему выводу, что этот хоккей будет на чемпионате на Олимпиаде, по крайней мере, с нашей стороны, пробить, продавить, пролезть, переломать, переживать там. Эти ребята это не могут делать. Но, но, вот по поводу двух игроков, я думаю, все-таки их, по крайней мере, стоило попробовать. И должны, наверное, были бы составить Кузьменко и Бурдасов. Потому что как раз их не хватает, мне кажется, в большинстве. Будем надеяться, что оно у нас заработает. Бурдасов отличный бросок. Кузьменко может индивидуально что-то накрутить. Вот эти ребята нужны большинстве. Потом у Кузьменко все-таки плюс 15 в ХХЛ в этом сезоне, а у Шипачева плюс 11. Но тут мы опять, это заезженная пластинка, борьба двух лагерей, что в итоге вчера Кузьменко как ничем не бывало играл за СКА в Сочи. Ну, какая тут микротравма, к чертовой матери. Тоже троллинг сборной. Мы видим, сейчас все силы сосредоточены на том, чтобы мы боролись с этой медали, выигрывали, а СКА демонстративно ставит вот эту новость, что Кузьменко готов играть в Сочи, ну, показывает, что вот, почему его отцепили от сборной. Ну, тоже я считаю, что в данном моменте, конечно, можно было это как-то так не раскручивать в тех же новостях, тем более, что это выступает наша национальная сборная. Я согласен, это как-то не солидно. Мы вроде все в одной лодке, а получается у нас все-таки две лодки сейчас. Ну, лодки никуда не денутся, они как были две, так и остались две, но все-таки, если СКА защищает интересы своего игрока, своего игрока, это их игрок, он на контракте, это кумиры болельщиков СКА, почему они должны скрывать что-то. Они, мне кажется, ведут себя очень корректно. Они не наезжают, кстати, на сборную, не наезжают. И смотрите, давайте в нюансы вводимся. Брасывание. Брасывание была Хиллеса Пита раньше сборной России, сейчас 50 на 50, идеально, там ровно 50 на 50 с дачанами по Брасыванию в этом матче. Причем, говорить по персоналям, Шипачев минус 2 по Брасыванию, он 33% всего. Ну, не то, что провалился, но так, у него минус 2. У Андронова, мастера Брасывания, минус 2, 37% всего. У Павла Корнаухова минус 5, у него 35%. То есть, вот они втроем были минусовые на Брасывании, но нашлись ребята, которые вытащили эту ситуацию. Это Григоренко, 66%, но он так мало стоял на Брасываниях, но нашелся Владимир Ткачев, 62%, и Семенов, 100%, все 4 Брасывания он выиграл. То есть, видите, вот набрали многих центров, набрали многих, посмотрите, сколько назвал фамилий, это они все Брасываются. Не то, что там 4 человека стоят в каждом зине, постоянно они там Брасываются, или там, как у Питтсбурга, бывает там Кросби или Барков у Флориды по 25 Брасываний за матч берутся, по 30. Они их распределили на каждое. Вот Семенов, 4 Брасывания, 100%. И вот в этом как раз смысл. То есть, у нас получается 7 центров форуда, где-то играют. И в этом универсализм. И поэтому они так... Давайте добавлю, как раз потом Григоренко стал менять Шипачева на точки, и вот все наладилось в этом плане. А что касается Семенова, он все-таки играет в ангарде, где есть Корбан Найт, и у него есть хороший тренинг, тренинг-партнер, который выигрывает себе в Брасывании. И понятно, что когда ты отрабатываешь Брасывании с Корбан Найта, потом уже с другими Брасываниями, конечно, с другими центральными гораздо проще. Вот как раз Сергей дал эту мысль, то, что у одного не идет игра, у одного не идет игра, они быстренько поменяли на другого. Потому что на Лавке, на нашей тренингской, сет Центр Форода, Жовнов, Федоров и Кудашов. У кого-то не идет, поменяли. Ребят, но это 50% сбрасываний с датчанами. У датчан хорошие. Мы два раза еще не начинали играть с приличными соперниками. У датчан хорошие центральные подачи. У них он и Нильсон в НХЛ столько играл, у них все центральные опытные игроки. Поэтому не надо говорить, что там датчан, не датчан. Это вообще не имеет значения, какой сборной центральной. Просто есть игроки, которые играть не умеют, у нас Брасывания в порядке. Давайте закруглять нашу передачу, потому что матч не тот, о котором можно много говорить. Во-первых, что ты хочешь сказать? Я хотел Сергею задать вопрос. Я вот сегодня по ходу второго перерыва посмотрел моменты из финала Пхенчхана. Я просто сравнил коробки. Там коробка действительно была намного шире. Но что интересно, сейчас место за воротами осталось то же самое, что в Китае, что там в Корее. То есть они вот линию, вратарскую линию, линию ворот не сдвинули туда, к борту. То есть там за воротом громадное место, и поэтому отскоки совершенно другие. Вот так как Сергей как игрок, мне кажется, это очень сильно влияет на это большое место, что другие отскоки, что наши привыкли на наших коробках. Вот тоже большинство, поэтому, мне кажется, у нас и не идет. И потом, помнишь, сегодня это была наигранная комбинация, когда там... Елейсин бросил. Да, Елейсин, ты... Да, и Гусев, и Гусев пытался, у него там кексануло, она в шайбе. Да, да, а это еще к тому, о чем мы в прошлый раз говорили, что лед плохой. Если бы был лед хороший, она бы в шайбе лежала, и был бы отскок быстрее, и вратарь не успел переместиться. Вот ты согласен с этим? Ну да, но мы же тренируемся на этой коробке тоже. Наверное, уже можно было и отработать эти моменты, все равно ты привыкаешь. Я не думаю, что это ключевой момент. Я думаю, что какая-то специфика есть, но я не думаю, что это... Тем более в большинстве, но ты же не разыгрываешь шайбу в основном за воротами. Ты же... Все у тебя происходит перед воротами. Да, есть розыгрыш, который из-за ворот. Кстати, и Шипачев их любит делать, но сейчас тут другой розыгрыш. Тут вывести быстрее, больше броска этого игрока, праворуку, по бросову сходу. Сначала Гусев играл, потом, кстати, стали менять, поставили Галиева. К ним как раз вот это трио динамовское было вместе. Войнов был, Шипачев и Галиев. А места вот этих Адела и там у них Твинхаммер или у них Линберг играя Динамо, они поставили как раз туда Ткачева и кто там, Воронков, по-моему, у них с ними выходил еще как раз вот эта столпа закрывать... А, и Ослепшев. Ослепшев как раз еще был. Но все равно не получилось. Да, отскок играет значение, но я не думаю, критично. Давайте закруглять нашу передачу. Она выйдет уже после того, как зрители будут знать счет матча Чехия-Швейцария. Мне принесли старт и протокол этой игры. Один к вам вопрос. Каждый выскоритесь тоже. Что дальше? Что дальше? Наверное, 99%, что мы занимаем первое место в группе, мы остаемся без, слава богу, я считаю, без квалификационного раунда. Мы попадаем на чисто теоретически на более слабого соперника. И мы, получается, играем с чехами. Может быть, так сложится, может быть, что эта игра вообще ничего не будет значить. Может быть, мы дадим отдохнуть Федоту. В четверть финал с такой игрой мы к нему подходим. Что дальше? Начнем с Сергея. Надо сохранить игру в обороне. Я думаю, что если эта игра с Чехией так сильно давить не будет, может быть, она каким-то образом воскрепостит наших ребят и мы, может быть, что-то все-таки начнем создавать при игре в нападении, при игре созидания. Во-первых, конечно, нам надо налаживать большинство. Я надеюсь, что оно будет у нас в игре с Чехией. Ну и Чехия это хороший будет экзамен для нас уже как раз перед плей-офф. Тем более, что мы знаем, какие у нас сложные противостояния все время получаются с Чехом. Тем более, чехи будут мотивированы. Они проиграли датчанам. Неизвестно, как они сегодня сыграют со швейцарцами. Поэтому игра нас ждет интересная. Максим, закругли. Максим, закругли. Мы играем чехом, потому что будем играть в тот хоккей, в который они играют, всю свою хоккейную историю. А потом закончим наше выступление в четвертьфинале. Вот так ты это видишь. Виталий, закругли нашу передачу и расскажи, что ты думаешь. Что дальше? Что дальше? Что дальше? Ты правильно сказал, что многое будет зависеть от того, как вот этот матч закончится со Швейцарией и Чехов. Потому что, потому что, вот я тут с Сергеем тоже думаю, а кто у нас будет завтра ворота стоять? Наверное, вряд ли Федотова. Хотя, если будет матч ключевой, чтобы мы сразу вышли в плей-офф, в четвертфинал, может быть и Федота. Но по идее, конечно, два. Но с другой стороны, у него вроде нагрузки особо не было, но была большая психологическая нагрузка. Сам Третьяк говорил, что самое сложное, когда у него мало бросков. Поэтому он, говорит, любил играть с канадцами, любил играть с чехами. Поэтому что? Ну, а с Максом я не очень согласен. Сейчас чехи уже не те, что были в советские времена, когда у них была бросовая оборона. Сейчас они сами признаются, что у них сейчас состав перегружен у них ветеранами. Поэтому, как бы, если сегодня швейцарцы выиграют, я не удивлюсь. То есть, я думаю, что чехи не будут вот так вот цепляться за оборону, как швейцарцы и датчане. Все-таки они такая команда, как немножко шаляй-валяй стала. Поэтому, может быть, у нас будет больше шансов что-то там забить и хотя бы наиграть. И еще раз отработать все вот эти установки тренерские, о которых, как сказал, жамно, что игроки сегодня не выполнили. И, конечно, главное, главное, это большинство. Вот если Плотников выйдет там в Центрит, если все получится. Короче, нам надо уже наигрывать, уже прям подходить уже к плов в полной боеготовности. Спасибо всем за мнение. Вашими бустами. Спасибо за мнение всем. Я, в принципе, начал понимать философию этой сборной. После матча с Дани я начал понимать, что строят тренеры. Начал понимать, в чем мы можем быть сильнее. Идеальная модель, конечно, то, что было на Кубке Первого канала и сзади надежно и в атаке гораздо более креативно. Давайте встретимся завтра после матча с чехами и обсудим вообще, где мы находимся, какое место мы заняли в группе и что из этого следует. Пока, но обязательно перед тем, как я сейчас выключу к болельщикам, обращаюсь персонально к болельщикам, подпишитесь на канал, прям подписку поставьте с колокольчиком. Оставьте комментарии, давайте обсуждать матч. Мы же не просто так разговариваем, а хотим, чтобы вы обсуждали. Вам Виталий придет в комментариях, Максим Лебедев. И лайки, колокольчики, подписки. Нам надо, чтобы канал развивался, а вы были с нами и дальше, и в следующем сезоне. Пока-пока. Такая вот мысль. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok